Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды. Блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Совсем другой путь. Царство Небесное присутствует среди тех, кто следует этим ценностям. Их влияние в мире органично связано с присутствием характера Иисуса в их жизни. Это преображение в подобие Иисуса приводит к удивительному влиянию Иисуса и Его прекрасного пути. Первый пункт. Характер Иисуса в вас влияет на других. Побуждая их следовать прекрасному пути, ученикам, следующим этим путем, Иисус говорит в 13 стихе, «Вы – соль земли». Ударение делается на «вы». «Вы» и только «вы». Иными словами, вы не можете не быть солью, потому что «вы» и только «вы» – соль земли. Как Иисус мог сказать это небольшой группе еврейских учеников? Мы должны понять нечто о соли. Соль была во всех домах в первом столетии, и точно так же ее можно найти во всех домах в 21-м столетии. Соль была жизненно важной частью жизни древних. Для чего ее использовали? Солью натирали мясо и рыбу, чтобы замедлить гниение. Она была консервантом в мире, где не было холодильников. Во-вторых, она была добавкой, которую использовали для приготовления пищи. В-третьих, ее использовали как средство обмена в коммерческих делах. Ее называли белым золотом. Например, порция соли, которую римским солдатам выдавали в армии, называлась «солариум». От этого происходит английское слово, означающее «заплату». Итак, она была ценной. Тот, кто следовал ценностям царства, блаженством, был солью земли. Как говорил Иисус, обратите внимание на то, что соль проникает в мясо. Как соль, мы должны проникать в культуру земли, придавая вкус и сохраняя влияние Божьего Царства. Даже щепотка соли обладает серьезным эффектом. С точки зрения Иисуса, ученики делали землю лучшим местом. Они были ценны. Да, Бог создал и другие учреждения, вроде правительства, чтобы сдерживать зло. Но ничто не может сдерживать зло лучше, чем присутствие Божьих людей, которые живут в культуре земли. Если вы последователь Иисуса, то должны обладать консервирующим и приправляющим влиянием, направляющим к Иисусу и Его прекрасному пути. Даже щепотка соли обладает огромным влиянием. А после этого Иисус предупреждает нас. 13 стих. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Разве выбросишь ее вон на попрание людям? Несоленая соль — это противоречивое понятие. Это как сухая вода. Во-первых, соль не может потерять своей солености, потому что хлорид соды — это стабильный химический состав. Но большая часть соли в древнем мире добывалась на солончаках. В ней было много примесей. И сама соль вымывалась намного быстрее примесей, оставляя продукт, который был бесполезен. Этот порошок продолжали называть солью, но на самом деле он был не лучше дорожной пыли. Иисус говорит, что когда Его ученики теряют свой отличительный признак, им нечего предложить обществу. Слово, означающее «потерять вкус» в этом стихе, также может означать «стать глупым». Ученики, которые теряют соленость, сообразуются с миром, становятся глупцами. Мудрости Иисуса больше нет в них. Если они ассимилировались с культурой Земли в мире, где моральные стандарты низки, постоянно меняются и просто исчезают, они теряют свою функцию. Они оставляют свою роль в мире. Когда последователи Иисуса следуют ценностям Царства Небесного, они оказывают сберегающий эффект на своей семье, работу, университет и город. Можно ли быть солью на земле сегодня? Где-то 10 лет назад моя младшая дочь Алиса была со мной в Турции. Там она встретилась с актрисой и директором театра по имени Монтана. Монтана играла на Бродвее, но ощутила призыв от Бога, чтобы писать и ставить христианские постановки в Стамбуле. Она ставила историю Иисуса на сцене, приглашая как мусульман, так и христиан в команду. Это вдохновило Алису. Через два года она пришла домой из школы и сказала, что ощутила призыв изучать драматургию и театральное искусство в университете Конкорде в Монреале. Квебек — это самый мирской постмодернистский и постхристианский регион в Северной Америке, а Монреаль — его центр. Там самые низкие показатели посещения церквей во всей Канаде. Друзья сказали мне, что театральное отделение Конкорде было темным местом. Когда она закончила школу, то уехала. Как вы догадываетесь, ее одногруппники удивились, когда она рассказала им, что верит в Бога, и были в шоке, когда узнали, что она ходит в церковь. На одном театральном уроке студенты сидели в кругу. Они должны были взять кусок бумаги из банки и рассказать историю на основании того, что было написано на бумаге. Когда настал ее черед, она решила рассказать чудесную историю своих переживаний. Алиса рассказала историю о том, как пришла в университет. Когда самолет оторвался от земли, она начала бороться с эмоциями, связанными с отъездом из дома. Она молилась, когда самолет прорывался через плотные облака над Ванкувером. Самолет внезапно пронзил облака. И через иллюминатор она увидела солнце. В тот момент она поняла, что Бог реален. Она поняла, почему она живет. Когда она закончила рассказывать свою историю, в глазах ее одногруппников были слезы. Каждый хочет знать это. У всех нас есть стремление к вечности в сердце. Через несколько лет после этого она написала мне с радостью о том, что подала заявку на фестиваль «Фриндж» в Монреале. И ее приняли. Она написала, пап, самое удивительное то, что там нет цензуры. Я могу делать все, что захочу. Я ответил ей с осторожностью. И что ты собираешься делать? Я напишу и поставлю пьесу о духовности. Я рассказала об этом своим одногруппникам, и они в восторге. Я назову ее «Имуна». Что на иврите означает «вера». Как отец, я радовался, сомневался, молился и пошел. Пьеса была сырой. Актеры искренне делились своими переживаниями о вере. У некоторых веры не было. Самая сильная сцена была с одной девушкой, которая действительно верила в Иисуса. Она несла на спине молодого человека, у которого были проблемы с сексуальной идентичностью, с верой. И когда она несла его, то цитировала Псалом 33, 19. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Она повторяла эти слова вновь и вновь. «Если нас нет в мире, то этой сцены не будет». Иисус сказал, «Вы и только вы — соль земли». Если соль должна быть полезной, то она не может оставаться в хранилище. Иисус говорит в 14 стихе, «Вы — свет мира». Все люди жаждут света. Индуизм, буддизм и ислам имеют свои праздники света. Свет символизирует добро, а не зло. Чистоту, а не грязь. Истину, а не обман. Божественное откровение, а не духовную тьму. Когда есть свет, люди могут найти свой путь. Там, где царит тьма, люди спотыкаются и теряют свой путь. Иисус сказал своим мученикам, «Вы — свет мира». Опять же, здесь делается ударение на «вы». «Вы» и только «вы». Иными словами, «Не подведите мир, которому призваны служить из страха, лени и компромиссов». «Вы — свет мира, а не кто-то другой». Откуда пришел свет? Когда Иисус появляется на сцене в Галилее, Матвей цитирует Исаии 9, 1 и 2, описывая его появление. Мы видим это в Матвее 4, 15. «Земля Завуланова и земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея Языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стороне, и тени смертной воссиял свет». С Иисусом воссиял свет. Он — истинный свет, который светит народам. Позже его ученик Иоанн пишет следующие слова. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, проходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. И слово стало плотью, и обитало с нами, полная благодать и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Это Иоанна 1, 9, 10 и 14. Далее в Иоанна 8, 12, Иисус говорит, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иисус — свет. Тот, кто следует за Иисусом, имеет свет жизни внутри. Их свет — это на самом деле его свет. Мир — это там, где живут люди, общество, в котором мы живем. Часто оно произносится независимо от Бога и живет в бунте против Бога. Мир говорит о просвещении, но считает тех, кто не согласен с доминирующими идеями, непросвещенными, находящимся не на той стороне истории. Он называет таких людей невеждами, подозрительными. Для Иисуса мир находится во тьме, в Нагорной проповеди Иисус говорит нечто. Это Матвея 6, 22 и 23. «Светильник для тела есть око». Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то каково же тьма? Если внутри вас нет его света, вы во тьме. В Матвея 5, 14 и 15 Иисус описывает две картины, привычные для древнего мира. Город, находящийся на холме, и лампу или свечу. Я прочитаю эти стихи. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегшие свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Обычно свеча или лампа, которая стояла в еврейском доме, была маленькой. Это был сосуд из глины, наверху которого находилось отверстие, в котором наливали масло, а сбоку отверстие, в которое ставили кусок льна или хлопка. Так как лампа была маленькой, ее ставили на подсвечник, чтобы осветить как можно больше дома. Мы представляем, как маленькая лампа освещала скромный дом, который состоял из одной комнаты. О чем говорит Иисус? Мы существуем, чтобы быть видимыми, рассеивать тьму. Возможно, мы лишь земные лампы из глины, но наша земная природа привлекает внимание к свету внутри нас. Будет глупо прятать наши лампы под корзиной. Корзина или сосуд — это емкость для измерения зерна. Во времена Иисуса лампу ставили под сосуд лишь для того, чтобы погасить свет. Иисус говорит, «Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Древние города часто строили из известняка. Она сияла на солнце и не могла скрыться, а по ночам по городу разливался свет от масляных ламп. Совместный эффект от множества маленьких ламп делал город видимым, с большого расстояния. Эта картина описывается в Марселино, никаргуанцем, которого цитируют в книге «Третий путь». Освещённый город, находящийся на вершине холма, можно увидеть с большого расстояния, как мы видели огни. Сан-Гуэлита издалека, когда плыли ночью по озеру. Город — это великий союз людей. И так как в нём много домов, мы видим много света. И так должно быть наше общество. Оно будет освещаться издали, если будет объединено любовью. Рисуя эту картину, Иисус свидетельствует об общем влиянии тела Христова на окружающую тьму. Обратите внимание на то, что Иисус был искушаем на горе. Учил на горе, давал повеления ученикам на горе, и Его ученики также должны жить на горе, чтобы их видели люди вокруг. Они должны быть светом, который будет разгонять тьму. Если вы последователь Иисуса, то должны быть сияющим светом, указывающим людям на Иисуса и Его прекрасный путь. Даже маленький свет освещает комнату. Иисус говорит, что свет ни на что не годится, если его прячут. Гитрих Бонхофер написал в своей книге «Побег в невидимое» это отвержение призыва. Община Иисуса, который хочет спрятаться, перестает следовать за Ним. Иисус говорит в 16 стихе «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Здесь титул «Отец» впервые появляется в Матвея. Он показывает нам особые отношения между Отцом и учениками Иисуса. Тот, кто принял правление Иисуса, становится ребенком Небесного Отца. И как дети Отца, они должны находиться в мире, чувствуя уверенность в Его непоколюбимой любви. Мир видит славу Отца, Его настоящую природу. Когда мы являем любовь, милость и нежность к окружающим, когда мы ходим в смирении в мире, когда мы живем реальностью Бога внутри нас, это влечет людей к Иисусу. Иногда последователи Иисуса сталкиваются с оппозицией и даже гонениями. Будет ли этот свет гореть и дальше, или он погорит немного, а потом исчезнет под действием большой силы. Перед тем, как прийти в Уиллингдон, я работал в международном миссионерском агентстве со столетней историей. В первой половине 20 века их вторым по величине полем работы была Восточная Азия. Миссионеры занимались евангелизациями, созданием церквей, образованием, медицинской работой. На протяжении нескольких десятилетий один из горных районов находился в состоянии гражданской войны. Но миссионеры остались там. Они занимались миротворческой деятельностью. Как-то одному миссионеру удалось заручиться доверием вторгающейся армии, и он вывел их из того региона. Началом Второй мировой войны, вторжением иностранных армий и религий миссионеров заставили уйти. Последний уехал в 1950 году. В то время директор миссии написал «Это Божья работа, она в его руках, эта ситуация требует молитвы со стороны Божьих детей в это время». 35 лет спустя ребенок первого миссионера в этом регионе смог посетить церкви. Он рассказал, что церкви остались живы. В 2011 году я присоединился к небольшой команде, которая намеревалась узнать, что осталось от этой церкви в этом регионе. Если церкви еще остались там, то это будет первый визит к нам почти за 25 лет. В субботнее утро мы встретились с небольшой группой верующих в Центральной Церкви. На протяжении нескольких часов мы делились нашими историями с помощью переводчиков. Было очевидно, что мы нашли церковь, которую открыли миссионеры, приехавшие сюда столетиям ранее. Они пережили многое. В завершении общения я поделился с ними стихом из Римлянам 15-13. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Когда я закончил читать этот стих, они воскликнули «Аллилуйя! Слава Иисусу! Он наш Спаситель!» После собрания мы пошли по улице вдоль большой белой стены. Посреди стены было две маленькие двери. Пройдя через двери, мы зашли в библейскую школу, которую построили миссионеры. Раньше здесь готовили лидеров, теперь же ее использовали для правительственных целей. На здании была маленькая табличка, построена американцами. А как насчет церкви? Мы узнали о одиннадцати церквях в десяти городах. В воскресенье перед нашим прибытием они крестили семнадцать новых верующих. Одна женщина рассказала мне о том, как Иисус недавно исцелил ее. Она поверила в Иисуса и уничтожила своих идолов. Свет Иисуса продолжает сиять в этих горах. Я уверен, что Павел сказал бы им то же, что он сказал филиппийцам в первой главе, шестом стихе. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Уверен, что он продолжил бы словами из 2 главы 15-16 стиха, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни. Церковь на горе видна. Ее видно с большого расстояния. Она открыта для воздействия стихий. Она сталкивается с ветром и дождем, но она светит ярко. Так живем ли мы на холме или в пещере? Живем ли мы на подсвечнике или под сосудом? Джон Стодд пишет, Нагорная проповедь строится на продолжении, что христиане отличаются, и это является призывом для нас, чтобы отличаться. Скорее всего, величайшей трагедией церкви в ее длинной и непростой истории является постоянная склонность к соответствии доминирующей культуре, а не к развитию христианской контркультуры. Быть христианином значит быть другим. Мы должны понять это. Когда я стоял с одним человеком в кафе, и меня спросили, чем я занимаюсь? Я с радостью сказал, я пастор. После моего ответа возникла тишина, но в итоге разговор продолжился. Эти люди стали хорошими друзьями, а самые подозрительные среди них начали называть меня своим пастором. За день до нашего отъезда из Бразилии многие пришли в церковь на прощание с нами. Некоторые из них следовали за Иисусом. В некоторые дни тяжело находиться в мире. То, что мы называем светом, мир называет тьмой. Многие из нас считают себя слабыми, неэффективными, бесполезными, бессильными, неактуальными. Нам кажется, что политические, социальные и экономические силы наших дней одерживают над нами верх. Как нам влиять на этот мир, особенно если мы меньшинство? Разве мы не слишком слабы для того, чтобы достичь чего-то? Когда я готовил это послание, мой друг Тед Классен позвонил мне из больницы. Он провел последние несколько недель в больнице Ройл Колумбиан, восстанавливаясь от разрыва связки под коленом. Тед страдает от развивающейся болезни мышц. Он ощущает себя слабым, но Бог не презирает слабых. Его сила совершается в слабости. Когда Тед лежал там, то начал разговаривать с человеком, который лежал в другой части палаты. Этот человек называл себя атеистом. В своей слабости Тед поделился с ним любовью Иисуса. Когда этого человека выписывали из больницы, он подошел к кровати Теда и прошептал ему на ухо. Ваше присутствие в этой палате изменило мою жизнь. Он ехал домой в роли верующего в Иисуса. Соль и свет очень ценны для Иисуса. Даже когда вы слабы, будьте солеными, будьте светом, где бы вы ни были. Эти слова Иисуса обращены не только к людям, которые делятся словом, как это делаю и я. Нет, прекрасный путь лучше всего является в повседневных жизненных вещах. Воспитании детей, шоппинге, работе, знакомствах. Дональд Маккалла пишет, «Меня больше интересуют такие мелочи, как не забыть сказать спасибо и позвонить маме в день матери. Эти вещи могут и не показаться такими уж важными, если их сравнивать с проблемами, которым столкнулась наша культура. Но они могут быть лучшим началом, единственным, искренним началом. Если человек не может сказать спасибо своей домработнице, то, наверное, не имеет значения, если он напишет важный теоретический труд о работе. Если человек поступает грубо со своей семьей, то ангелам нет дела до того, что он проповедует о природе любви. Что важно для нас? Что важно для Бога? Мы призваны быть светом и солью в повседневных делах, в простых вещах. Где вы будете солью в это время? Где будет сиять ваш свет на Рождество? Помните о том, что, во-первых, характер Иисуса в вас влияет на других, направляя их на прекрасный путь. Второе, вы должны быть сохраняющей приправой, направляющей людей к Иисусу и Его прекрасному пути. Даже щепотка соли обладает ощутимым эффектом. Третье, вы должны быть ярким светом, который направляет людей к Иисусу и Его прекрасному пути. Даже маленький источник света освещает комнату. Возможно, вы не являетесь последователем Иисуса, но хотите, чтобы в вас был Его свет. Послушайте, что говорит Иисус. «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 8,12 «И видящий Меня видит пославшего Меня, и Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12 «Иисус пришел, чтобы просветить вас, чтобы вы больше не были во тьме». Иисус предлагает свет всем. Вы можете пойти Его прекрасным путем. Хотите ли вы этого? Если хотите, то помолитесь со Мной. «Отче, я благодарю Тебя за то, что Ты послал Иисуса, чтобы показать, кто Ты. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты пришел и открыл сердце Отца, Его любовь ко мне. Иисус, сегодня я признаю, что часто уходил от Тебя. Я ходил, следуя ценностям этого мира. Я допускал ошибки, согрешал. Я часто поступал неправильно. Я нуждаюсь в восстановлении. Господи, я молюсь, чтобы Ты явил Свой Свет для меня. Иисус, я обращаюсь к Тебе в поисках спасения, прощения грехов. Я прошу у Тебя жизни. Я молю, чтобы Твой свет был во мне. Дай мне новую жизнь. Иисус, я молюсь, чтобы Ты послал Своего Духа Святого ко мне, чтобы я мог ходить Твоими путями. Пусть Он освящает мне путь. Я отдаю свою жизнь Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Продолжение следует... ...